Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Артик ТВ в студии Марина Шумила. Евросоюз утвердил мучных червей в качестве продукта питания. Насекомых уже можно попробовать в некоторых ресторанах блока, включая один парижский. Давайте посмотрим. Салат из креветок с жёлтым мучным червём и хрустящие насекомые с овощами. Меню этого парижского ресторана не для слабонервных. Однако многие уверены, что поедание насекомых в будущем станет новой нормой в странах, где традиционно этого нет. Шеф-повар Лоран Вио выращивает червей на месте. Он кормит их кашей и овощами. Затем черви умирают, после чего их используют в качестве ингредиента. Паста из молодых мучных червей со сладким картофелем и мучными червями. Это очень вкусно. Честно. Это идеальное блюдо для новичка. Оно восхитительно, потому что наполнено ароматами. У него классический вкус обжаренных овощей. Мало кто может сказать, что оно невкусное. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в январе признало мучных червей пригодными для употребления в пищу. А в мае оно одобрило их продажу. При этом заявки также поданы на использование в пищу более 10 других видов насекомых, включая сверчков и саранчу. «Насекомые – очень хорошая альтернатива другим источникам белка. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Население увеличивается, это влияет на окружающую среду, растёт спрос на белок. В этом контексте насекомые могут стать интересной альтернативой». Посетители ресторана говорят, что открыты для чего-то нового. «Ощущаю себя в обычном ресторане. Просто еда выглядит не совсем привычно. Но на вкус почти одно и то же». «Мы открываем для себя новые вкусы. И мы осознаём, что вещи, которые раньше вызывали отвращение, например, насекомые, на самом деле вкусные». Впрочем, не все готовы пробовать подобные блюда. Эксперты отмечают, что изменить пищевые привычки европейцев в целом будет непросто. Ассоциации традиционных ремёсел Великобритании добавило в красный список изготовление споронов и ткачества из конского волоса. Это означает, что умельцы становятся всё меньше, а учеников у них не прибавляется. Шотландский мастер Малком Резерфорд Скотт делает спороны ручной работы. Изготавливать эти традиционные сумки его научил отец. В наше время спорона неотъемлемая часть национальной одежды шотландцев. «Всё меняется, но традиции остаются неизменными». Однако более дешёвое массовое производство поставило это ремесло под угрозу исчезновения. Его внесли в так называемый «красный список» ассоциаций традиционных ремёсел Великобритании. «Конечно, я чувствую критическую опасность. Может быть, я один из последних умельцев». Пошив килтов пока не попал в красный список. Чтобы сохранить это традиционное ремесло, шотландцам предлагают обучение в мастерских. «Мне сказали, что легче стать врачом, чем изготовителем килтов, потому что обучение длится очень много лет». В этом году ассоциация добавила в красный список 20 ремёсел, в том числе от качества из конского волоса. В Сомерсете осталась только одна такая мастерская. «Наши изделия очень искусные. Я считаю, что это ремесло и мастерство тоже отрасль промышленности. У нас есть очень старые станки, сделанные в 1870 году. Мы считаем очень важным то, что делаем здесь». В список также вошли такие ремёсла, как огранка алмазов и изготовление пуантов и глазных протезов из стекла. Однако за последние два года ни одно традиционное мастерство в Великобритании не исчезло, а некоторые даже переживают подъём. Учёные в Санкт-Петербурге создали самоочищающееся покрытие для тканей. С обработанного материала под воздействием ультрафиолета или воды сходит любая грязь, а также уничтожаются бактерии и микроорганизмы. Учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий дизайна разработали технологию, которая позволяет создавать самоочищающиеся ткани. Грязь такого материала сходит под воздействием солнечных лучей или смывается дождём. В этом процессе также уничтожаются бактерии и микроорганизмы. Секрет в интерференционных пигментах. Это наночастицы на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия, хрома и других металлов. Наноразмерный диоксид титана наносится на поверхность любой ткани в слое связующего, то есть специальное вещество, плёнкообразующее, которое прочно удерживает наночастицы диоксида титана на поверхности. И при попадании органических или неорганических загрязнений с помощью ультрафиолетовых лучей или капель воды грязь на поверхности либо окисляется, либо она удаляется при растекании капель воды. Покрытие можно наносить на любые ткани, в том числе с металлизированными нитями. При этом цвет материала изменяется. Если говорить о тканях полиэфирного состава, например, тканей для изготовления штор, вот такие популярные сейчас ткани Blackout, то на их поверхность гораздо легче нанести пигменты, в более тонком слое они удерживаются, можно нанести пигменты разного состава и получить интересный колористический эффект. Это всё одна и та же ткань, вот она с изнаночной стороны, на лицевую сторону наносятся пигменты. Во-первых, придающие ткани интересный колористический эффект, во-вторых, свойство самоочищения поверхности. По мнению разработчиков, такая технология подойдёт для производства штор, мебельной обивки или обивки для автомобильных кресел, а также для пошива одежды, которую не приходится часто стирать. Обработка тканей нано-покрытием обойдётся в 80 рублей за квадратный метр. Технологию уже успешно опробовали на Вологодском текстильном комбинате. Некоторые производители также заинтересовались разработкой питерских учёных. Синюю красивую, ну или серебристую нашу ткань, вот она же. Жители одного из городов Коста-Рики придумали способ, как справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией. 30 семей трудятся на общественном огороде, выращивая экологически чистую продукцию. Жители Тимпаты в Коста-Рике вспахивают так называемый общественный огород. Люди объединились, чтобы вместе выращивать экологически чистые фрукты, овощи и зелень. На такой шаг их подтолкнула пандемия, поскольку многие потеряли работу. «Мы начали с раздачи продуктов питания соседям, но поняли, что это краткосрочное решение». Сегодня в проекте участвуют 30 семей. Площадь их огорода составляет один гектар. На нём растут более 30 видов фруктов, овощей и злаков. После сбора урожай распределяют между этими семьями, а излишки продают на рынках. При этом почву удобряют только органическими веществами. «Земля нуждается в нашем тепле. И здесь у нас так много семей, аж 30. Плюс дети, которые приходят поиграть, пока мама и папа работают. И, видя такую прекрасную картину, меня пробирают мурашки». Все участники проекта проходят обучение по органическому сельскому хозяйству. Они сосредоточены на сохранении здоровой почвы. Используют метод поликультуры, когда несколько видов растений высаживают рядом. Таким образом создаётся естественная природная среда, в которой легче бороться с вредителями и сохранять плодородие почвы. «На протяжении более 200 лет мы наносим ущерб природе. А в последние 50 или 60 лет мы используем пестициды и синтетические удобрения». Организаторы проекта говорят, что на этот участок земли уже вернулось более 72 видов насекомых, которые ранее здесь исчезли. Кубинцы, уставшие от карантинных ограничений, разводят голубей. Это помогает им забыть об изоляции и справиться со стрессом. Над крышей здания в Гаване кружат голуби. Этих птиц приручил и выдрессировал местный житель Педро Мореро. Голуби помогают ему забыть о стрессе, вызванном длительными карантинными ограничениями. «Мы заперты дома, всё закрыто. Но нам есть куда сбежать. Это крыша. Мы поднимаемся на крышу, у нас есть птицы, и мы хорошо проводим время. Нам нравится ловить и дрессировать голубей». Во время пандемии всё больше кубинцев заводят голубей. И для многих это не просто развлечение, а серьёзное хобби. Поклонники этих птиц объединяются в клубы. «Мне нравится смотреть, как мои голуби соревнуются с соседскими голубями, стараясь принести победу своему хозяину. А если удаётся поймать голубя, хоть самца, хоть самку, это самое приятное для владельца голубей». Недавно принятый на Кубе закон о защите животных не запрещает разводить птиц. Главное – соблюдать гигиенические, санитарные и социальные требования. «Я просто люблю голубей. Некоторые люди относятся к ним иначе. Есть такие, кто видит в них только возможность заработать. Они разводят их для продажи». На Кубе также регулярно проводят соревнования голубей. С каждым годом они всё популярнее. В каждой провинции страны есть клуб или сообщество владельцев голубей. В столице Уганды ежедневно вырабатывают около тысячи тонн мусора. Но то, что для большинства отходы, для местной бизнес-леди – ценная возможность. Подробности в сюжете. В столице Уганды город Кампала производят тысячу тонн мусора в день. Таковы данные нацуправления по охране окружающей среды. Большинство отходов в итоге оказываются на городских улицах и в водоёмах. Однако что для одного мусор – для другого ценное сырьё. Местная предпринимательница Фейт Авейко превращает пластиковые отходы в стильные крепкие сумки. «Я имею дело с мусором, с тем, с чем большинство людей не хотят связываться. Отходы пластик, свалки, мусор – тем не менее, это то, что даёт работу женщинам, которые собирают, сортируют и моют его, обрабатывают и делают из него красивые сумки под брендом «Реформ Африка». Сейчас у Фейт работает восемь женщин из местной общины. Она сама обучила их ремеслу. Кристина – одна из них. «Я очень рада этой работе, потому что она здорово изменила мою жизнь. Она создала условия для жизни мне и моему ребёнку. Теперь я могу помогать своему мужу, когда он в трудной ситуации. Эта работа очень мне помогла. Другая сторона – мы очищаем окружающую среду от этих полиэтиленовых пакетов». Сумки «Реформ Африка» стоят от 16 до 25 долларов. Предпринимательница продаёт их через несколько местных магазинов и точек на рынках, а также через социальные сети. У неё уже есть клиенты и за рубежом. Два коневода из-за имя кона продолжают поход на якутских лошадях. Мужчины хотят за год добраться до Москвы, а потом побывать в Петербурге. Два коневода до Гуйдана Мичил добираются на якутских лошадях до Москвы. В феврале они покинули село Аймякон, которое считается одним из полюсов холода. Цель путешествия – доказать, что лошади якутской породы самые выносливые. «Якутская лошадь знаменита тем, что она на вольном выпасе постоянно. В конюшнях не нуждается. У нас в Аймяконе до минус 70 доходит зимой, летом до плюс 30, то есть диапазон почти 100 градусов температурный. И всё это время на вольном выпасе. То есть животные почти дикие». Коневоды сделали первую остановку в Якутске, преодолев 950 километров. «Ну, холод был с первого испытания. Сейчас уже потеплело». В Якутске путешественники сделали тесты на COVID-19 и оформили документы, которые необходимы для продолжения похода. Теперь от Москвы коневодов отделяет примерно 9500 километров. Они рассчитывают добраться до столицы к маю будущего года. «Сейчас у нас конечная точка, цель наша, Москва. И один цель. После Москвы хотим в Питер. Говорят, там вот эта, с Баловещенска до Питера, якутская лошадь дошла. И там она похоронена в садхой могиле. Хотим вот эту посвятить, там побыть». Изначально коневоды собирались завершить конный поход в Лондоне. Но из-за пандемии трудно пересекать границы. Однако путешественники всё же надеются добраться и до Западной Европы. Якутские лошади хорошо переносят морозы благодаря подшёрстку и шерсти, которая может вырастать до 15 сантиметров. Эти животные также очень сообразительны и хорошо ориентируются. В основном они бывают гнидой, бурой и серой масти. Индонезийский стартап помогает сократить объём пластиковых отходов. Он восполняет нехватку товаров первой необходимости – от растительного масла до жидкого мыла с доставкой на дом и в вашу тару. Отправив всего несколько текстовых сообщений, владелица уличного кафе в Джакарте может заново заполнить все бутылки с необходимыми жидкостями – от растительного масла до жидкого мыла. 52-летняя индонезийка пользуется услугами стартапа «Сиклус». Курьер на мотоцикле привозит все товары и пополняет запасы ровно настолько, насколько нужно. «Практично, недорого, не нужно выходить, они приезжают к нам. Я даже могу купить четверть бутылки мыла». Продукция, которую предлагает стартап, на 20% дешевле цены на рынке, поскольку клиенты не платят за упаковку. Курьеры приезжают обычно в течение нескольких часов. «Благодаря «Сиклус» можно заново наполнять бутылки и сократить объём пластиковых отходов. Соседи тоже так делают». Компанию в 2019 году основала 28-летняя Джейн Бон Робинау. Она говорит, что её цель – сократить использование пластика. «В Индонезии обычно собирают только 45% отходов. В небольших городах на это не выделяют средств, поэтому это не дёшево. Думаю, правительство ищет решения, которые заключались бы не только в переработке». Она говорит, что индонезийцы оказались готовыми к подобной услуге. Каждую неделю клиентов становится на 15% больше. «Реакция очень хорошая. Многие говорили, что я не смогу изменить привычки людей. И что индонезийцам это не нужно. Но вышло не так. Да, хорошо, что мы снизили цену. Но, думаю, индонезийцы из всех слоёв общества обеспокоены проблемой пластика». Ежегодно Индонезия производит около 7 миллионов 800 тысяч тонн пластика. Из них 4,9 миллиона тонн никак не перерабатываются. Придорожные рестораны примерно на полпути между Пертом и Сиднеем – не то место, где ожидаешь попробовать такие индийские блюда, как виндалу и корма. Но именно там индийские мигранты решили внести в сельскую местность Австралии нотку Индии. Вдали от австралийских мегаполисов, таких как Сидней, Мельбурн или Аделаида, индийская еда на вынос становится новым хитом. Жара в Кимбе примерно на полпути между Пертом и Сиднеем может стать настолько сильной, что бензин испаряется прямо из цистерн. Но это не беспокоит Санджита Отвала, владельца придорожного кафе и заправочной станции. «Иногда людям кажется, что здесь слишком жарко, но мне вполне нормально». Отвал открыл это заведение пять лет назад, и сразу же местные жители стали интересоваться именно индийскими блюдами. «Когда я анализировал ежедневные продажи, то карри оказывалось самым популярным». Отвал говорит, что одна пара из Брисбена, которая во второй раз совершала поездку по Австралии, сделала неимоверно большой крюк, чтобы попробовать блюдо из этого кафе. «Это лучшая похвала, когда люди думают о твоём карри, находясь на расстоянии 2700 километров от Кимбы». А это уже другое придорожное кафе в городе Сноутаун. Его владелец Чарат Синг делает традиционные виндалу и корму. Но самое популярное блюдо – курица в сливочном масле. Его здесь делают почти по 200 килограммов в неделю. «Сегодня я заскочил быстро перекусить. Я ем курицу с маслом. По-моему, очень вкусно». Синг говорит, что выбрал Сноутаун, поскольку это было дешевле, чем в Сиднее. В Нью-Йорке открывается фирменный магазин, который посвящён Гарри Поттеру, а также фильму «Фантастические твари» и «Где они обитают». Там можно будет приобрести самую разнообразную продукцию из мира магии, включая волшебную палочку. Поклонники Гарри Поттера скоро смогут не просто окунуться в волшебный мир мальчика-мага, но и что-то купить на память. В Нью-Йорке открывается единственный в мире официальный флагманский магазин, посвящённый фантастической истории. Магазин будет предлагать самую большую коллекцию товаров из фильмов о Гарри Поттере, а также фэнтези «Фантастические твари, где они обитают». Это спин-офф, который рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. «Мы очень рады открытию магазина Гарри Поттера в Нью-Йорке. Это 1950 квадратных метров торговой площади, расположенной на трёх этажах к самом сердце района Флет Айрон». Модель Феникса Фоукса парит под потолком. Грифон Дамблдора установлен в атриуме магазина. Также можно увидеть более 50 волшебных палочек, включая золотой снич. «Это точная копия Грифона Дамблдора, который хранится в наших архивах в лондонской студии Warner Brothers. Это, наверное, моя любимая тема. Что касается товаров, я думаю, что мой любимый товар – это палочка золотой снич. Опять же, на 100% эксклюзивная для Нью-Йорка». Посетители смогут сделать фото в лондонской телефонной будке, которая доставляет в Министерство магии, поиграть за интерактивным столом с палочками и примерить ботинки Хагрида. Семь романов Джоан Роллинг о «Мальчике-волшебнике» разошлись тиражом более чем в 500 миллионов копий по всему миру. По ним сняли 8 блокбастеров. На сегодня у меня все. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова